Здравствуйте, Олег Николаевич! На сегодняшний день внесены некие изменения в правила оказания коммунальных услуг. Вот в нескольких словах, в чем эти изменения заключаются? В ассоциацию потребителей обращаются граждане, которые порой задают вопрос, законно ли с них берут деньги за пломбировку счетчиков горячей и холодной воды. И хочу сказать, что вышло постановление правительства, которые вносят изменения в правила представления коммунальных услуг и пользования квартирными домами, в котором говорится, что данная норма по взымании, она незаконна. То есть, если у вас ставят новый прибор учета, и вам должны пломбировать его бесплатно, или после поверки, которую вы через определенное время должны делать, опять-таки, пломбировка бесплатна. А вот если вы повредили данную пломбу, с вас могут брать деньги. Теперь относительно данных правил и то, что вы должны были сделать. В тысячу первый раз, хочу сказать, до сих пор многие не имеют письменных договоров, наказание коммунальных услуг и услуг по содержанию квартирных домов. И когда к ним порой приходят большие счета, они не могут проверить объем и стоимость. То есть, откуда взяла задолженность, непонятно. Плюс еще одна проблема возникла. Многие, которые оплатят через терминалы, определенное время проходят и видят, что чеки об оплате коммунальных платежей становятся просто белесые. Прочитать сумму платежа невозможно. И я не исключаю вероятность того, что по прошествии определенного периода, в период исковой давности, так называемый, в течение трех лет, могут быть предъявлены в том числе иски, что вы якобы не платильщик по коммунальным платежам. Также данные изменения помогут упорядочить процесс установки приборов учета. В данных дополнениях изменений в правилах указано, что если человек написал заявление, указал конкретную дату, когда он может предоставить доступ в квартиру, ну, понятно, что все мы ходим на работу и бросить свою основную трудовую деятельность ради того, чтобы ждать месяцами каких-то там работников для промпиловки счетчиков, никто на это не пойдет. Можно без работы остаться. И здесь в этих правилах написано, что если вы письменно уведомили, но в конкретные дни, которые вы фактически согласовали с услугодателем, к вам никто не пришел, что показания берутся с того момента, когда вы указали. То есть, здесь вот, опять-таки, на страже потребителя стоит закон, и он усиливает ответственность исполнителя и снижает разгильдяйство, которое, тем не менее, все-таки в коммунальной сфере присутствует в большинстве случаев.